МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите вы этим выпуском. Социальное партнерство и контрактная форма найма. Президиум областного объединения профсоюзов провел мониторных в Ветковском районе. Бизнес без регистрации ИП. Податковая инспекция узмацняет информационную работу. Велопрагулка по Гомеле. На выходных отбудется закрыть все велосезону. В осень на порозе. Завтрашнего дня почнется похолодание. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко означает макшимость супрацовництва Беларуси и Великобритании у сферы электротранспорта. Про это он заявил сегодня на встрече с Державным министром по справах Европы и Америки Министерства замежных справ Великобритании Аланам Дунканам. Александр Лукашенко подкреслив, что Великобритания приняла вельми цикавое решение. С певного года отмывится от продажи и выкаристания автомобилей с руховиками внутреннего сгорания. Я витаю и аплодирую такому решению. По вашим прикладе, у гэтым накерунку и мы вырошили рухаться. И у гэтым плане шукаем наибольши досвеченных партнеров у гэтой сферы. Отзначил керауник Державы. Давайте разом поспробуем працавать у Беларуси. Прапановал президент. До инших тем выпуску незаконное дисциплинарное покарание, практика выкарастания контрактной формы найму и перегляд коллективных договоров. Сегодня у Ветховского района 9-го семья предприемцев, 14 из них у вершины, проверили специалисты гомельского областного объединения профсоюза. Основную увагу уделили пытанием применения контрактной системы найма. Значных порушений не выявили ни где, для ликвидации остальных отведей один месяц. У Ветховском филиале акционерного товариства 8-й Соковика сегодня працует около 50 человек. По осудности, этот участок створили для просовыскования работников в шероху мясовых предприемствах, которые испынили свою деятельность. По первую очередь, бавовно-продильный и ткацкий фабрик. Раз в неколь месяцах перенавучения жанчины приступили до самостойной працы. За два года звонился только неколь человек, причем все по властным жаданиям. По инших причинах контракты не записывали ни с кем, зато и предугледили особливые умовы працы для жанчин, которые одни выховывают детей. Мы для них сделаем среднюю смену. Удобное для нее время. То есть она пришла, завела ребенка в садик или в школу, отработала свои 8 часов и ушла домой. Контрактная система найма до этого часа воспринимается неоднозначно. В областном объединении профсоюза укажут, что в уголе спробуй звонить работника без уважливых причин. После закончения терминов контракта на гомочении есть, а не завершаются она часто отновлением на праце и выплатой компенсацией за костные маленькие. Зараз профсоюзы пропонуют унести в упроцованный кодекс додатковое положение, яке изробить работнику еще больше обороненными. А про чатаго контрактная система повинна продовлеживать додатковое материальное самолевание. В Ветковском районе такая практика применяется достаточно часто. Повышение тарифной ставки оклада по контракту в учреждениях и организациях Ветковского района составляет от 30 до 50%. Это очень много. Наниматели не допускают формального подхода в установлении контрактных надбавок. Также дни отпуска до 5 календарных дней они предусмотрены во всех контрактах. Ветковский ясный сад номер один, как приклад того, как можно захавать коллектив у самых складанных умов. В поколе нескольких месяцев эта установа находилась на реконструкции, и ее работникам выплачивалась материальная допомога. Причин для извольнения не шукали, и сегодня все специалисты снова на своих працовных местах. Ясчер раздаю плюсов и минусов контрактной системы найму. Президуум областного объединения профсоюзов завернулся непосредственно подчас посаджения. Упершую чергу о контракте социального партнерства. Небыто по причине складанной экономичной ситуации на некоторых предприемствах означаются спробы ликвидации коллективных договоров. Объединение профсоюзов с такой практикой категорично не сгодны. Некоторые положения могут быть припинены, однако отменять этот документ не льга на вот по узаемной сгоде Баку. Упрощать его на каких-то низких пределах – это недопустимо. Пересмотреть, приостановить выполнение каких-либо пунктов в связи с тяжелой экономической ситуацией на предприятии, в организации – это возможно. И то, опять же, это будет обсуждаться общим собранием, приниматься общие решения и вноситься какие-то предостановления, действия пунктов либо изменения. Ветковский район – САУ-першим, где специалисты областного объединения профсоюза провели мониторинг к применению контрактной системы найму. Теперь эту практику меркуется распространять и на другие регионы. Алексей Чаров, Валерий Габанько, телерадио-компания «Гомель» – Светки. А наступная информация для тех, кто марать об уластной справе – открыть цырульню, пятоши торты, займаться компьютерным дизайном. Об поширении вида экономической деятельности, якими можно займаться без регистрации предпринимательства, ишла размова сегодня у Жлобини на выездной коллегии Гомельской областной инспекции Министерства по податках и сборах. Какие задачи зараз треба вырешить районным инспекциям, расскажет Марина Джалая. У Жлобинской податковой инспекции на початку липеня открыли Центр обслуговывания платильщиков по электронной Чарзе. Принцип ее деяния довольно простый и был худко оцененный жахарами района. Выбираешь с допомогой консультанта або самостоянной послугу, отримливаешь талон с номером у Чарзе и чекаешь, поколь запросить у кабинет до потребного специалиста. У инспекции кажут, что зараз с уступлением у силы указа номер 337 обрагуливании деяностей физичных особ работы прибавится. Але дякуючи системе электронной Чарги, люди не проведут очекание больше за пять хвилин. За то время, которое прошло с момента открытия, нами уже было обслужено 5712 человек. Среднее время обслуживания у нас получается примерно 4-5 минут. Средняя посещаемость в день – 68 человек. Платильщикам, я думаю, более удобно, потому что эта система более эффективна по скорости, качеству обслуживания. Займаться деяностю, для якой не треба оформлять предпринимательство, стало махчимым с 2009 года. Починали с восьми видов. За некольких годов повеличили до 18. А зараз их уже 30. У Пираликова ишли, например, реализация самостоянно приготовленных кулинарных выработок, выконание работ по ремонте мебли, годинников и обудку, пошивеоденье, цирульницкие и косметичные послухи. Документ закликанный повысить самозанятость насельництва и изнизить колькость беспроцованных. Одинная умова – деяностра бы ожитивлять самостоянно, без удела у наёмных работников. Нет необходимости ввести какие-то учётные документы, иметь какой-то кассовый аппарат. Он как ремесленник. Он, скажем так, своим ремеслом осуществляет эту деятельность. Те самые парикмахеры, те самые работники по ремонту обуви – это их жизненная профессия, их ремесло. Поэтому пошли на расширение этого списка. И я думаю, что это не предел 30 видов деятельности. Головное – донесть информацию до насельництва. Гэтым повинны больше активно заняться районные податковые инспекции. Зараз у Гомельской области видами деяностей по заявным принципам займаются около 2500 человек. Это третье место в Беларуси после Минска и Брестской области. Марина Джалая, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» Сажлобина. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля ушановили представников сферы адукации. Рашистское мероприемство, присвященное Дню наставника, отбылось у городским центра культуры. И он собрал лепших педагогов областного центра, яких шакали узнагороды, веншавания и концертные номары. Подробности в наступном сюжете. Свою профессийное святое педагоги сустракают у первую неделю костричника. Однако подарунки и веншавания яны уже распочали примать. Сегодня лепших представников сферы адукации Гомеля на урочистое мероприемство собрал городский центр культуры. У фойе гостей шакали некольки выставочных блоков, ассортиз работ декоративных амастатства и мора гигантских кветок. Тут же разместили фоторепортаж, який одлюстровый досягнений сферы адукации Гомеля. Минулый год принес немало великих поспехов. Достижений у нас достаточно много. В два раза больше учащихся в сравнении, например, с 2014 годом получили аттестаты особого образца награждением серебряной либо золотой медалью. Сегодня в два раза больше у нас сертификатов централизованного тестирования 100 бальных. Сегодня мы можем говорить о достижениях в международном олимпиадном движении. Девять учащихся, которые в прошлом учебном году приехали с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями международных олимпиад по математике и информатике. В этот день все роды гостей свято были как ветераны наставницкой працы, так и сучасное поколение педагогов. За шмотгодовую пленную працу под рыхтовку переможцев интеллектуальных с поборництвом многим уручены гоноровые дипломы и грамоты. Усягорь подчас узнагоручения со сцены прогучало больше 70 именов. Я работаю в своей школе, где я и училась. Дети ко мне относятся хорошо, я к ним тоже. Ведь это такое счастье с ними работать, когда приходишь на работу, видишь искреннюю отдачу в их глазах, когда они улыбаются, на самом деле хотят заниматься этим. Это многого стоит на самом деле. Ну, конечно, нужно работать, придумывать что-то новое, расти по карьерной лестнице. И не просто как рабочий человек, а привносить что-то, развивать это на благо себя, на благо людей, на благо нашей Родины, конечно же. Даручи, зараз у системы адукации Гомеля працует больше за 9 тысяч педагогов и выховальников. Свои виды и любовь, яны, передают больше как 70 тысячам детей. У знак подяки юные гомельчане подрыхтовали для наставников творчие подарунки. От всей души хочу поздравить своих коллег, педагогов с наступающим профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, пожелать им вдохновения, пожелать им хороших, благодарных учеников. Хочу также обратиться словами благодарности и поздравления к нашим ветеранам педагогического труда. Их мудрость и опыт нам нужны как никогда. Так что, уважаемые педагоги, с праздником! Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Активисты гомельского отделения Белорусского фонда «Миру» протягивают мероприемства для будущих выпускников ВНУ и колледжов. На этот раз в Чачерский район сустракал активистов-миротворцев и молодежную делегацию. Юнаки и девчаты оцианили умовы життя, працы и профессийную запотрабованность на селе. Протяг темы в наступном сюжете. Директор сельгазпредприемства «Звязда Галина Трибунах» упевнена вядя городскую молодь по территории молочно-товарной фермы, что была уведена в эксплуатацию три года тому. Истримана усмехается. Особливо молоде, житсё и праца на вёсце, чомусь и заусюду, уявляется с додатком. Отсутностью парадка, гумовыми ботами и низким узровнем життя. Як взломать стереотип, дать махчымась побачить на свои вочи, як працуя одна з лепшых асподарок не толькі Чачэшчаны, але і краіны. Они должны до конца понимать суть этой работы і смысл жизни. Они должны полностью себя отдавать этой работе. Вот тогда только, да, буде результат, они будут получать удовлетворение і, конечно же, достойную заработную плату. На сьогоднішній день в сельском хозяйстве работать очень интересно. Былая выпускниця аграрного коледжа Наталья Фомченко уже восемь годів старанно працює у господарці. Оператор ЭВМ сочить за працесом даєння. Працей, умовами і зарплатой задоволіна. І не дивіться, що наученцы з Гомеля, будучія працівнікі аграрного сектору, медики, педагогі, дорожнія будовнікі, затрималіся на ферме крыху більшим планували. І видно, що в предприятиях нам, ну, як представітелям професії, то есть тоже є якось місце, що сюди можна іти, і здесь заінтересованы в таких спеціалістах. І інфраструктура, ну, на такому ровні, опять же, що такі спеціалісты нужны. Пазнавальна поїздка для будучіх випускніков, організованная Гомельським обласним отделенням фонда «Міру», закрануєш і не один пункт припынку. Мехдвор, открытага акціонернага товарыста «Зв'язда», аграгородок «Залесся» і Залесскую школу. Утульна клас і спортивна зала, де по померах витримана баскетбольна і волейбольна пляцівки. І в них позабюджетна дійність установа дікації новая тренажерна зала. У таку школу за довольненням спешаються і вучні, і наставники отримати салоду одвучоби і праці, поэкспериментувати на подсобному участку з новими гатунками суніців і вешенок. Не треба бояться села, що здесь условії созданы, може в отдельному вопросу, що в лучшійшем в крупних городах. І як ми сьогодні убеділись, багато вже з'явили желання іменно поїхати з роботи на село. Тому що ми увиділи, що все є. І хороша зарплата, і вислові для життя, для роботи. Виниками поїздки молодь засталася задоволіна. Затікавілася перспіктывами молодых спеціалістів на Чачарщині. А у гомільських активістів-міротворців новая планы на подорожі па районах Гомільщини, каб не заставалася для молодых белых плям на профісійній карці в області. Аліна Траценка, Сергій Лукашук, телерадиокампанія «Гоміль» з Чачарського района. 30 вересня у Гомілі пройдя заключний у гэтым годзі восіньський велопрабіг. Паудельнішать можуть усе жадаючі. Здейсніть велопрагулку пропонується адмедуниверситета на Ланге далі до Вага Палацца. Маршрут пройдя по Советській, Свирыдаво, у Сходнім обході. Удельнікі стартують у 11 годзіну супроводженні супрацівників ДАІ. Развітання з теплом. Завтрашнього дня в осінь пошне заявляць про своє правы. Температура по ветру стане поніжацца. Серады неба над Гомільською областю затягнення облоками. Завтра у день поветро прогреється до плюс 15, у шатвер до 13. А уже у пятницу толькі до 10 тепла. У ночі із усім до плюс трох. До субботы опадкав не шакаецца. Правда, і без их у ближайші дні сонце буде радовать жихарау регіона у сьорадзей. Неделя проймя эстафету у субботы, у гэты дзень таксама шакаецца дажы. Дзенний температурный фон складе от плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Гэты іншая новин вы можете знайсті на нашым сайті у інтернеті па адрасі www.tvrgumil.by Далей у эфіры «Спартывный агляд». З новинами спорту вас познайоміць Максим Савін. Далей у ефіру